Приветствую вас! Давайте сразу для начала определимся с тем, с какой целью вы пришли на наш ресурс и с какой целью вы написали это сообщение. То есть, понимаете, вы написали свое сообщение в раздел «Вопросы к специалистам». Но, как ни парадоксально, вопроса никакого к специалистам вы не задаете. Из этого можно сделать вывод, что вы сами, не задавая никакого вопроса, хотите получить обратную связь, но при этом быть готовы эту самую обратную связь соответствовать, в случае, если вам что-то из того, что психолог скажет, не понравится. Мне бы не хотелось быть с вами в такой неравной позиции, в таком неравном положении, поэтому я дам свой комментарий по вашему вопросу, вот, надеюсь, что вы извлечете из этого выводы для себя, вот, и решите, что вам делать дальше. Итак, я живу за своими детьми у своих родителей, свою квартиру сдаю, имею хорошую финансовую прибавку от этого. Смотрите, здесь имеет место быть что? Ваш выбор. То есть, вы сделали свой выбор в пользу того, чтобы жить вместе с родителями, а свою квартиру сдавать. и иметь финансовую прибавку от этого. Справедливо? Да. Выгодно? Да. Тут все верно, но это ваш выбор. То есть, вы соглашаетесь жить за своими родителями. Я не знаю, сколько вам лет, но если в вашей нике указан ваш возраст, то вам сейчас где-то 33, может быть, 34 года. Вот. Соответственно, вашим родителям, ну, где-то 50-60 лет. Я и мама работаем, папа нет по состоянию здоровья. Так. Я и мама работаем, папа нет по состоянию здоровья. На ответ получается, что папа болит. Если папа болен, то совершенно очевидно, что он не может не сравнивать себя, допустим, с вами, обоими, с вами обоими он не может себя сравнивать, не может не сравнивать себя с вами обоими, по тому, что он ранее, скорее всего, работал, а после возможность работать для себя потерял. Еще неизвестно, как он на это реагировал, как он это пережил и пережил ли вообще. Возможно, возможно, он до сих пор по этому поводу переживает. Возможно, ему от этого плохо. Возможно. Я еще раз повторяю, возможно. Я не знаю, как обстоять дела на самом деле. Далее. Сегодня произошла такая ситуация. К нам в гости пришел папин племянник и в разговор он упомянул так, что я поняла, что папа им рассказал про меня. Смотрите. Мы имеем дело со сплетнями. Сплетни это такая гадская история, потому что нам не нравится, когда про нас распространяют сплетни с остальной стороны. Но, с другой стороны, нужно спросить себя, как я отношусь к тому, что про меня говорят. Говорят ли про меня плохое, говорят ли про меня хорошее, не столь важное. Как я отношусь к тому, что про меня говорят. Вот папа рассказал про то, как вы совершили оплошность из-за своей рассеянности. Хорошо. Он это рассказал. Как вы сами к этому относитесь. Стыдитесь ли вы этого? Вините ли вы себя за это? Корите ли вы себя за то, что поступили так? Приняли ли вы то, что произошло или нет? Вы говорите, что вам стало неприятно то, что он рассказал про мою оплошность. Значит, скорее всего, вы эту самую оплошность себе не приняли. Не приняли свою ошибку, не приняли то, что вы были рассеяны. То есть, не приняли свой недостаток, не приняли вот эту ситуацию. Не приняли себя. И на папу вы переносите то, что вы не приняли себя. Ведь он-то рассказал правду. Это не было неправдой. А если бы это было неправдой, то тем более, к вам бы не относилось. Поймите, вам неприятно, потому что вы как-то относитесь к тому, что произошло. Скорее всего. Вы не принимаете того, что с вами произошло. Скорее всего. Так, кто здесь ответственный? Папа? Или вы? Дальше. Я когда-то еще год назад поставил сумку с ноутбуком возле колеса машины. Потом забыл об этом. В итоге наехал ноутбук. Даже не заметил этого. И он об этом рассказал своей сестре и то ли еще приплемяннике, в общем, племяннику в курсе. Вы стали возмущаться. Но на языке психологии вы перенесли на своего отца свое собственное переживание по поводу этого события. Ведь если бы оно вас не беспокоило, вряд ли вы стали возмущаться и тем более его стыдиться. Поэтому здесь я бы обратил ваше внимание именно на то, что вы не принимаете до конца то, что произошло. Не принимаете свою рассеянность и свою оплошность. Которая оплошностью не является, потому что это оценка. Говорить, что вы рассеянны, значит, характеризовать вас. Говорить, что вы оплошали, то бишь, ошиблись, значит, оценивать вас. Вы не можете оценивать себя, как не может оценивать себя любой человек. Но вы делаете это. А значит, этому вы научились со своего отца, который, скорее всего, ошибок не обращает. Ну или относитесь к ним достаточно негативно. В этом смысле вы ведете себя, как ваш отец. Автоматически используя те поперны поведенческие, которые использует он. Дальше. Я стал возмущаться, что он рассказал про меня. Тем более, недавно, когда мама начала рассказывать мне о том, что мой папа ей говорил про моего молодого человека, тогда он мне сказал, что она трипучка и не надо мне рассказывать. Ну это, знаете как, это уже... Вот ты, а я, и ты, и я. То есть это не совсем, не совсем серьезный такой разговор происходит. То есть какая разница, что папа. Папа это папа. Вы это вы. Мы говорим про вас. Папа здесь, он ни при чем. То есть какая разница, что папа. Какая разница, что ему можно, а что нет. Понимаете? Вот вы говорите, что я стал возмущаться. Почему? Что вас возмутило? Преследуйте это чувство, что именно вас возмутило. Позвольте этому чувству вас обнять. Не боритесь с ним. Попробуйте найти его источник. Этого чувства. Его начало. Вы говорите, то есть ему можно про меня свои истории рассказывать, еще ладно, вы хвалитесь, он в таком свете меня выставил, мне обидно. Почему вам обидно? Обида, это определенные ожидания от людей. Это то, чего вы хотите. И обиды, как правило обидами становятся неоправданными, не сбывшиеся ожидания. То есть это ваши ожидания. Получается, что вы хотите быть хорошим и выглядеть хорошим для других, для своих родных. Возникает вопрос. Почему вам это важно? Возникает вопрос. Насколько безусловными являются ваши отношения? Насколько безусловно принимают вас? Насколько безусловно принимаете вы, других и себя? Я стал возмущаться, он кричать, просто невменяемо мне адекватно, морал, иди отсюда, меня в гроб гоняешь. Ну, это скорее всего связано с тем, что он не работает, как раз таки. То есть это скорее всего связано с тем, что он чувствует свою бесполезность. Мне обидно такое слышать, да еще и при брате, слава богу, дети были заняты и внимания не обращили. Да еще и мама сказала, что я была не права. А вопрос-то у вас какой? Хотите-то вы чего? Что вы хотите? Вы бы сформулировали свой вопрос? Автор. Потому что, ну да, ну вы вот рассказали ситуацию, а что дальше? В чем вопрос как бы? Следующее, следующее, что хочется вам сказать, это то, что до, ну, до родителей вы не донесете никогда своих, как бы, но мысли, потому что они видят и вас, и окружающих мир по-своему. Понимаете, какая штука? Когда вы говорите, что меня обижают, вы становитесь жертвой. Изучите, пожалуйста, треугольник Карпина. Вас не могут обидеть, вы можете сами обидеться на то, что вас задевают. И когда вы не молчите, вы просто переносите свои собственные чувства на других людей. Тем самым выстраивая нездоровые, зависимые, зависимые отношения. Вы пишите, молчать я не буду, когда меня обижают. Как говорят, что вас обижают, вы признаете в том, что вы жертва. Жертва выстраивает отношения только деструктивные. Вам необходимо помочь из этого состояния выйти. Вам необходимо помочь выйти из состояния жертва. И для начала ознакомьтесь, пожалуйста, с треугольником Карпина. Вот. Понимаете, какая штука? Это вам происходит таким, ну, такой основой, на которой вы сможете операться при дальнейшем своем поведении. Вот. Также существует психологическая игра «Скандал», в которой вы со своим отцом благополучно поучаствовали. Ее я предлагаю вам изучить тоже. Своими словами, могу пока сказать, что в психологическую игру «Скандал» играют люди, которые боятся любых типов близости. Ну и скандал используется здесь для того, чтобы избежать этой самой близости. Вот. Так вот, можно ответить вам на ваш вопрос. Если вы готовы меняться, если вы готовы работать над собой, я уверен, что вы изучите материалы, которые я порекомендовал, и решите, что делать дальше. Если же нет, ну, в таком случае, я боюсь, вы будете продолжать страдать периодически от того, как ведут себя ваши родители, принимать на свой счет то, что они говорят, продолжать не принимать себя, ну и так далее. Вот. Решать вам. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Решать вам. На этом все.